Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хочу показать вам 10 новых и невероятных лайфхаков для игр на телефоне. Уверяю вас, что после просмотра этого ролика игровой процесс станет намного проще. Ну и как обычно, давайте попробуем набрать 5000 лайков и тогда я начну искать еще больше свежих, крутых и полезных лайфхаков для следующей части. Приятного просмотра! Ну и для начала я покажу вам несколько лайфхаков, нычек и советов для PUBG Mobile. Ну и первое, о чем я хотел бы поговорить, это гараж. Вообще гараж в PUBG это что-то вроде крепости. Множество входов, выходов, окон, два или три этажа. Тактически правильное расположение относительно карты в целом. И неудивительно, что именно в нем предпочитают переждать зону большинство игроков. Конечно, если вы играете в соло, то вы можете попробовать кинуть в угол аптечку, а самому лечь на первом этаже в стиле папича. Да-да, на это до сих пор ведутся. Однако, если вы катаете в третьем лице или в дуо, или вообще в сквадах, подобная фишка уже не прокатит. Вас либо спалят, либо просто запушат толпой. Тут нужно действовать хитрее. И первое место, которое я хочу показать, находится на втором этаже в углу за тумбочкой. Находясь здесь, вы полностью контролируете вход. Однако противник вас заметить не может, при условии, что на вас не надеты гигантские скины, которые будут вылазить из-за текстур. Как вы видите сами, я пытаюсь прочекать от третьего лица комнату, но не вижу никого. И в тот момент, когда я в теории мог бы заметить противника, уже будет поздно. Скорее всего, он отправит меня в лобби. Данное место еще хорошо тем, что тут вы не ожидаете никого увидеть. То есть, в теории можно предположить, что кто-то, например, засел в дальней комнате, кинуть туда гранату и быть готовым зажать противника в любую секунду. Но на угол никто не обращает внимания. Его не замечают, и это делает его простой, но при этом суперэффективной нычкой. Сейчас мы перемещаемся в руины. Тут у нас есть два полезных места, которые я хочу вам показать. Первая фишка позволяет забраться на самый верх руин. Сюда часто попадает зона, и поэтому данная локация может вам пригодиться. Чтобы сюда забраться, необходимо через паркур залезть на вот эту стену. Ну а дальше мы просто двигаемся выше и выше. По итогу, персонаж оказывается на высоте. При этом мы имеем относительно большой радиус перемещения по квадрату. При желании тут вообще можно лечь, и шанс, что вас заметят, крайне мал, так как высоту никто особо не чекает. Второе место, которым я стараюсь пользоваться, находится наверху разрушенного замка. Тут есть вот такие вот ящики, на которые можно забраться и сныкнуть вовнутрь с другой стороны. Шанс, что вас тут найдут, вообще нулевой. При этом я рекомендую не сидеть в самой дыре, так как стрелять отсюда не особо удобно, и дуло задирается. Лучше всего это с помощью паркура забраться на верхний ящик и ждать за ним. По итогу выходит так, что вас невозможно заметить, а вот вы, особенно при игре от третьего лица, изи отправите любого, кто сюда сунется. Учитывая, что данная площадка крайне удобна для АДФ, и сюда частенько забираются игроки при сужении зоны на руины, ваша засада станет для них полным сюрпризом. Кроме того, что играть в игры и сидеть в соцсетях, на телефоне можно зарабатывать. Для начала переходим по ссылке. Проходим простую регистрацию и устанавливаем приложение на телефон или компьютер, а лучше на всё сразу. Если вы хотите зарабатывать с компьютера, просто оставьте работать приложение в фоновом режиме. Вам будет показываться реклама, за просмотр которой вы будете получать деньги. Если же хотите зарабатывать с телефона, то нужно нажимать на данное оповещение, смотреть рекламу и также получать деньги. Кстати, после регистрации можно будет получить бонус в виде 5 долларов. Если хотите зарабатывать больше, то просто приглашайте своих друзей по реферальной ссылке. Заставь свой телефон работать на себя. Ссылка в описании. И закончим мы, пожалуй, нашу подборку с бункера. Вы знаете, сколько есть бункеров на карте Эрангель? Для тех, кто не в курсе, бункер – это подземное сооружение, в котором можно неплохо сныкаться, да ещё и найти неплохое снаряжение. Наверное, все знают огромный бункер с четырьмя входами недалеко от места призом на карте Эрангель. Это довольно крупная, разветвлённая сеть подземных сооружений, связанных между собой. Там можно нехило залутаться целым сквадом, и нужно хорошо постараться, чтобы там не заблудиться. Но знали ли вы о ещё двух бункерах на карте Эрангель? Наверное, если вы брутальный проигрок, то, конечно же, знаете, особенно если играли в PUBG на ПК. Но если вы новичок, то, возможно, сейчас я расскажу вам что-то интересное. На севере карты, недалеко от города Северный, есть полигон, и у самого его начала есть незаметный вход в бункер. Он не такой большой, как тот у тюрьмы. Но зато в нём тоже есть лут, и он является неплохой боевой позицией. Ну а если проехать чуть дальше, то есть ещё один такой же бункер. Он является совершенно точной копией предыдущего. Но, к большому сожалению, эти бункеры между собой никак не связаны, хоть и находятся довольно близко друг к другу. Можно было бы сделать какой-нибудь крутой проход, допустим, вот через эти двери. Напишите в комментариях, знали ли вы об этих двух бункерах на севере. А сейчас я покажу вам парочку лайфхаков для Clash Royale. Эти лайфхаки предназначены исключительно для новичков. Победа в одну корону – это тоже победа. Многие думают, что победа в одну корону – это непрестижно или приносит меньше кубков. Но это большое заблуждение. Проверено, что победа в три короны может принести, допустим, 24 кубка, а победы в одну корону – все 35. Тут уже в ход идут другие факторы вроде уровня соперника. Следовательно, не стоит бросать все силы на полную победу. Куда лучше пустить силы на оборону, когда вы уже отняли одну башню. Равно как и не стоит сразу спешить, ведь одна уничтоженная башня в дополнительное время – победа. Всегда старайтесь сражаться на своей половине арены. Большинство новых игроков совершенно не обращают на этот аспект свое внимание. Они стараются призывать своих юнитов прямо на краю своей половины у моста, чтобы поскорее атаковать башни. Но почему бы не начать бой у себя? Ведь, как известно, дома и стены помогают. А в нашем случае это и башня, и королевская башня. Давайте рассмотрим такую теоретическую ситуацию. Допустим, противник призвал маленького дракона. В нашей колоде также есть этот дракончик, и мы не станем спешить с ее призывом. Лучше стоит дождаться того момента, как маленький дракон приблизится к нашей башне и соберется ее атаковать. В этот момент мы призываем нашего дракончика. Вражеский на него отвлечется, но урона получать будет больше. От нашего дракона, у которого по итогу боя останется еще половина здоровья, и башни. Если соперник призовет войска, чтобы убить вашего маленького дракона, у вас будет преимущество в эликсире. Если не призовет, то дракон успеет несколько раз атаковать вражескую башню. Итак, следуя этому совету, можно выиграть большую потасовку возле своей башни, получить преимущество в эликсире и начать серьезную массированную атаку на башню соперника. А у оппонента просто не хватит эликсира остановить вас. Звучит неплохо, правда? Большинство игроков Clash Royale не смотрят реплеи своих игр, продолжают наступать на одни и те же грабли и проигрывать. Если вы используете сбалансированную колоду с картами высокого уровня и постоянно проигрываете, виновата не колода, это вы делаете что-то не так. Проигрывание на пятом уровне игроку третьего уровня – это не он такой крутой. А вы юзаете неграмотно карты. Смотрите повторы, обязательно свои, анализируйте свои промахи. Посмотрите о реплее в ТВ Рояль, реплее своих соклановцев. Поделитесь своим важным повтором со своими соклановцами. Ну а завершающими в нашей подборке будут несколько лайфхаков для Стандофф 2. В Стандофф 2 куча крутых скинов, которые все хотят заполучить. В игре есть две валюты – монеты и голда. Голда – это донат, но нас интересуют бесплатные варианты. Будем фармить монеты. Монеты можно фармить через сыгранные игры. Больше всего фармится в режиме гонка вооружения. Также за просмотры рекламы можно получать по 20 монет. Собирайте валюту, покупайте и открывайте боксы, накапливайте ширпотребные скины, а потом сливайте их за голду на рынке и покупайте нужные скины. Профит Рашить – плохая привычка подавляющего большинства начинающих игроков. Скорее нестись в экшен – плохая идея, когда противник может уложить вас менее чем за секунду. Безусловно, вам может повезти. Или вы просто окажетесь крутым Рэмбо и положите отряд противника в одиночку. Но вероятность этого крайне мала. Гораздо правильнее начинать игру, спокойно рассматривая направление движения союзников и выбирая для себя, хотите ли вы пойти со всеми или же пойти на обзор заброшенного места карты. Всегда, абсолютно всегда в вашей команде будет игрок, который направится прямо на врага. Пусть этот игрок станет вашими глазами. Не запомните позиции врагов на карте, прежде чем идти в атаку. Советую отключить все ненужные игровые функции. Если вы не поняли, я поясню. В Стандофф 2 есть много непонятных и ненужных функций. Например, прыжок на двойное нажатие. Напишите в комментариях, кто вообще пользуется двойным тапом. Потому что я вообще не понимаю, для чего так усложнять игровой процесс. Прыжок на двойное нажатие – это когда ты тапаешь два раза на экран и твой персонаж прыгает. Такое чувство, что разработчики думали, что игроки будут играть только с зажимом. Но мы же все-таки играли с вами в CSGO и знаем, что иногда полезно стрелять по одному патрону. Если эта функция у вас включена, вы будете стрелять и прыгать одновременно. Это в разы ухудшит вам игру. Лучше ставьте прыжок на отдельную кнопку и не парьтесь. Ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Напоминаю, что если мы набираем 5000 лайков на этом видео, я сразу же начинаю собирать лайфхаки на следующую часть. И обещаю, что она будет не менее крутой. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Также в комментариях можете написать свои крутые лайфхаки, которыми вы пользуетесь, чтобы упростить себе жизнь. И возможно, именно ваш лайфхак попадет в следующий выпуск. Нам будет интересно почитать. Всем пока!